Три-два-два, я готов. А, купят, да? Паша, это шо ж такое? Давай-давай-давай, контр-вопрос. Ты всех угощал и печеньками? Что танцы, это очень все серьезно, это сложно, это классно, это здорово. Сейчас я на этапе... Всем привет, вы на канале Dance Project И сегодня мы говорим с организатором невероятного турнира Максимом Робцом, правильно я говорю? Да, совершенно верно. Собственно, как называется турнир? Турнир называется Explosion Battle, это пятый по нашей очередности, по нашему масштабу. Мы до этого делали такие небольшие ивенты, но вот пятый, который большой. Всеукраинский, в принципе, собирает очень многих ребят со всей страны. Мы здесь проводим хип-хоп, брейкинг, хаус-дэнс, бакинг, дэнс-холл, миггинс-дэ-мюзик. И по возрастным номинациям тоже их разбиваем. Вот сегодня у нас около 700 участников было, завтра у нас будут батлы. Ожидали такое количество участников? Ожидали, конечно, ожидали. У нас мы уже не первый раз это проводим. Хочется, на самом деле, чтобы с каждым годом больше их приезжало, вообще появлялось танцоров. Вот мы над этим работаем. Вот сейчас только что был форум как раз с той целью, чтобы мы увеличивались и росли, и процветали. Хорошо. А почему среди стилей не был заявлен такой стиль, как джаст-фанк? Потому что джаст-фанк не является урбан-стилем, то есть стилем, который родился на улицах, стилем социальным, стилем, которые имеют конкретную танцевальную базу. То есть это коммерческий стиль, который был придуман, скажем, тектоник. Хотя нет, ну не тектоник, электродэнс на самом деле это серьезная вещь, которая имеет тоже очень серьезную базу. Вот. Джаст-фанк это то, что является просто популярным, это искусственный стиль, который был придуман просто. Хорошо. Какие были трудности в организации турнира? Судья не приехал, не открыли визу, нет денег, нету достаточного количества людей профессиональных, которые могут организовать, нету достаточного количества ведущих. Ну они есть, но не столько, сколько нужно. Ведущие у вас потрясут? Они супер, но нужно больше, понимаешь, два дня, они бедняги работают на износ. Тут начинаем мы в 9, заканчиваем, в 9-12 часов как бы тяжело проработать, завтра снова 12 часов проработать, чтобы все батлы проделать. В общем, на самом деле финансово-организационные, но мы со всем справились. Тяжело делать фестиваль, когда нет поддержки никакой, но мы получаем поддержку от участников. У нас участие платное, это я говорю открыто, потому что по-другому мы, естественно, ничего не организовали. Потому что спасибо ребят, что приехали к нам, вы делаете очень классное дело, надеюсь, вам у нас нравится. Да, мы тоже надеемся, но это не все. Собственно, вопрос тебе о финансовой сфере турнира, да? Насколько известно, помимо вложений с участников, да, ты вложил много своих денег, да? Да. Какое окупление, скажем так, как турнир окупается? Смотри, что значит вложил свои деньги? Потому что, когда ты организовываешь фестиваль, ты не можешь гарантировать конкретно возвращение денег, ты не знаешь, сколько участников будет, но ты знаешь, на что ты тратишься, ты знаешь, какие у тебя расходы, естественно, ты деньги тратишь с расчетом на то, что у тебя приедет большинство участников, которые это окупят, да? И это, естественно, что называется предпринимательский риск. Потому что организация фестивалей на данный момент в Украине – это реальный предпринимательский риск, это бизнес, которым надо заниматься именно с точки зрения организации как бизнеса и подхода как творчества. Потому что многие говорят, что танцы – это любительство, нам хочется говорить, что танцы – это очень серьезно, это сложно, это классно, это здорово, и мы хотим это выводить на мощный, классный медийный уровень. – Учитывая, что уже известно количество участников, да, риск оправдал себя? – Риск оправдал… Я так скажу, на самом деле я ни одного фестиваля в своей жизни не провел в минус, ни одного. Этот, я думаю, что в ноль уже получился, просто надо, если посчитать, я только провел это, естественно, нужно понять, сколько людей. Но мы делаем это не только ради денег, мы делаем это для продвижения культуры, для рекламы, для саморекламы, для рекламы своей студии, для рекламы студий других, то есть мы продвигаем наших учеников, мы привлекаем новых людей, которые бы хотели этим заниматься. Потому что это многосторонняя инвестиция, то есть не инвестиция в два дня, это инвестиция, в принципе, во всю культуру и побольше таких фестивалей, которые бы привлекали обычных людей, которые пришли и сказали, вау, здорово, как классно, я так хочу, я тоже хочу быть здесь, я готов платить деньги или свое время, или свои усилия вкладывать в данную культуру. – Да, и однозначный вопрос, да или нет. – Давай. – Танец сейчас переживает своего рода спад в популярности в Украине? – Да. – Хотя, я вам так… Сейчас, двоизначный вопрос. Людей, которые занимаются танцами, больше, больше, скажем так, чем лет пять назад, однозначно, ну, мне кажется, в полтора раза больше. Но, почему спад? Потому что сейчас никто не знает, куда двигаться. – Для тебя это спад. Хорошо, а почему так произошло? Почему 10 лет назад была куча шоу, да, тех же, которые поднимали престиж самого танца как явление, да? И куда это дело сейчас? – Потому что сейчас перестали… пропала стимуляция тех же вещей, то есть, если у нас какие-то вещи стимулируют, со временем они нас перестают стимулировать, стимулировать, вызывать интерес, влюблять в себя и нравиться, да, то есть, естественно, если ты каждый день ешь шоколадное пирожное, то, как бы, через год эти шоколадные пирожные уже не будут здесь, да, тебе будет не заходить, да. Тебе захочется просто соленых чипсов. Суть в том, что все действуют по той же схеме, ничего не меняют, а нам нужно что-то делать новенькое, нам нужно делать новаторские какие-то вещи вводить. – Отсюда у меня вопрос. Ты ведь это пирожное ешь с 2002 года. – Да. – Почему до сих пор ешь его, как оно тебе не приелось, и, ну, собственно… – На самом деле, я его… – Когда думаешь завершить, если… – Да, на самом деле, смотри, я ем… – А что значит с 2012-го? – Как организатор? – 2002-го. – А, как танцово. – Ну, компот… – Смотри, на самом деле, я не ем одно и то же пирожное, я его меняю раз. Я, наверное, уменьшаю дозы в употреблении, хотя увеличиваю концентрацию, как-то я так это скажу. То есть, надо не объедаться, чтобы не уходил вкус, но, когда ты кушаешь, ты должен наслаждаться этим. Короче, я занимаюсь танцами, потому что я это люблю. То есть, если ты любишь пирожное, то ты его будешь любить. Но просто я не даю, пытаюсь не дать, чтобы это мне надоело. И я, ну, вот, начинаю уходить в организацию, я начинаю уходить в тренингство. То есть, это другая сторона любимого дела. Это позволяет дольше прожить в этой данной среде, а мне хочется в этой среде побыть подольше. Как можно было дольше. Хорошо. Тренерский пост, да? Что ты открыл для себя нового, как тренер, да? Что привнесло нового в твою карьеру, в твою, возможно, мировоззгляд? Стоп. Тренерский, но за какой период? Ну, за последние пару лет, да? Ты работаешь с молодежью. За последних пару лет? Да. Это было в смысле одно, потом второе, потом третье, и сейчас и здесь. То есть, это не было вот так вот. Это было туда, туда. Американские горки. Это не американские горки, это такая звезда в эту сторону, потом в эту, потом в эту, потом в эту. Какой-то слоган, что ты хочешь, чтобы я сказал? Да, да, слоган был. Хорошо. Сейчас я на этапе... Сейчас я на этапе... Давай людям... Не отдавай людям все. Ух ты, как это так глубоко, на самом деле, это на самом деле меня отсылает вот к тому, что сейчас уже здесь пустой зал, да? Мы в пустом зале снимаем, день закончен, первый отборочный, да? В конце которого ты собрал вместе всех тренеров, организаторов соревнований, да? Да. И вы говорили о такой интересной вещи, как консолидация ваших сил, да? Супер, ты сказал, консолидация наших сил, это я запомнил в следующий раз. Не я собрал, я просто предложил, а собрались мы, потому что все чувствуют, что пирожное надоело, и все хотят, а все хотят большого торта. Короче, все хотят развития. Да. Все хотят объединения, и все хотят видеть то, куда мы двигаемся. Сейчас этих горизонтов нету. У нас есть, знаешь, картина зарубежных каких-то примеров, куда все говорят, вау, как там круто. Все туда ездят, но приезжают домой, все разводят руками, говорят, почему у нас не так? Я не люблю стонать, вернее, я приучил себя не стонать, и когда я начинаю возмущаться, я просто останавливаю себя, говорю, стоп, если мне что-то не нравится, давай исправляйся. Вот, мне, я возмущаюсь в данной ситуации, в ситуации танцевальной, я имею в виду, не всех стилей или всех направлений, а данный вот фристайл, хип-хоп, возьмем хаос. Я хочу, чтобы это было намного востребований и ценилось намного выше, потому что это реально сложно, это реально круто, и это реально индивидуальный подход к ученикам. А многие это очень обесценивают, говорят, да, что это вы там просто фристайлить. Вот, это индивидуальность, это сила, и это интеллектуальный поиск и духовный поиск каждого человека отдельно, вот такой фристайл. Вот, я хочу, чтобы это оценивалось намного глубже и намного выше. Во всех сферах, в материальном, в отдаче своего счастья и в социальном. Но не наблюдается здесь такого, знаешь, своеобразного конфликта интересов, да? В вашем вот этом объединении есть же другие организаторы, правильно? Конечно, конечно. И ты организатор. Конечно. Но вы хотите вроде как действовать сообща. Хотим. И в этом нет конфликта интересов. Есть интересы, есть конфликт, не конфликт интересов, есть интересы у всех, нас, причем одинаковые. И есть конфликт, причем одинаковые. Суть в том, что надо просто сосредоточиться на интересах, а конфликт не считать, что это плохо, а наоборот усиливать это. Короче, конфликт интересов есть, и суть в том, что мы должны о нем сказать и сказать, ты и я, у нас конфликт, давай мы его решим. В общем-то, смотри, одним из главных тезисов, да, которые прозвучали на вашем собрании, было то, что, твоими словами, турнированных операторов, тех, кто организовывают соревнования, вот столько-то, а тех, кто принимает участие на соревнованиях, ну, немногим больше. Да. А должно быть вот столько вот организаторов и вот столько-то вот участников. Супер, ты совершенно прав. Да, я просто тебя повторил. Да. Смотри, что будет, да. Почему, тебе не кажется, что вашей целью вот такое сокращение вот этих количества соревнований, да, чтобы увеличить концентрацию и тому подобное, тебе не кажется, что те, кто останется за бортом, немного обидятся? Ты не понял меня. Хорошо, я тебя не понял. Вот это означает не уменьшение количества организаторов, а увеличение массы, естественно. Это раз, но на самом деле и это является не уменьшением количества организаций, а повышением качества. Просто если делать качественно, то многие просто сами понимают, что, ну, они не в состоянии это провести, потому что это финансы, силы, время, и не все готовы с этим, ну, вложить это все в проект. А те, кто готовы, то тех намного меньше. И наша задача, на самом деле, сейчас в Украине повысить качественных продуктов и сделать, чтобы каждый раз, когда мы что-то проводим, люди приходили и говорили, вау, вот это здорово, это круто, это танцы, я хочу здесь быть. А не так, что один раз сказали вау, а пять раз сказали фу, понимаешь? Естественно, если ты идешь в магазин, пять раз покупаешь продукт, ну, я не знаю, ты с первого раза как бы уже покупаешь, а ты на второй, ты его не купишь, если он испорчен. А если ты все равно любишь, 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 ты берешь, берешь, потому что ты фанат, ну, то мы и фанатов потеряем, понимаете? Наша, в принципе, такая культура, она держится на фанатизме, альтруизме и любви, но это не должно быть, никакого альтруизма вообще не должно существовать. Все должно вознаграждаться за то, что люди стараются. А у нас многие очень стараются, очень многие классные ребята, и вообще уровень Украины очень здоровый, очень классный. Но это, знаешь, проблема, в принципе, нашей страны, не вознаграждение достойных людей. Ну, хотя это и проблема самих людей, потому что они не пытаются быть вознаграждены, потому вот мы и начали такой разговор. Хотелось тебе так контур-вопрос задать, ну да ладно. Давай-давай-давай, контур-вопрос. А ты просто на него уже ответил. У меня есть последний вопрос. Давай. Который в рамках этого интервью. Мне очень интересно стало. Да, он будет такой, изи. В рамках этого соревнования, сегодня был первый отборочный день, да? Так. Через твои руки, да? Прошло просто, ну, очень много участников. Какие впечатления они по себе оставили? И был ли кто-то, кто тебя удивил? Вот ты такой, не ожидал прям, что такое будет. На самом деле я очень удивился приятно реакцией большинства людей на то, что у нас такой, в общем, ситуация, проблема возникла, что он к нам, судья, не приехал по дэнс-холлу. Ну да, написало небольшое количество людей возмущений, очень небольшое. Я думал, что будет прям все. И количество людей, на самом деле, уменьшилось на 10%. Я думал, будет на 50 меньше. Ну, потому что судья не приехал, все, мы не участвуем, на классы не идем. А это о чем говорит? Что ребята приезжают ради фестиваля, а не ради одного человека. И мне это супер приятно. То есть, конечно, вы сейчас скажете, что ты тут саморекламой занимаешься? Да, мне приятно, это здорово, когда люди приезжают на фестиваль. А запомнились мне еще что? Мне запомнились наши судьи. Мне очень поразил сегодня Батал о своей профессиональности, потому что он отсудил сегодня супер много. А Таджан, наш гость, они здесь очень было жарко, они потные сидели, судили по 150 человек в номинации, потом снова по 150 человек. Потом сразу же ишли, давали мастер-класс, где еще 150 человек был на классе. И в итоге они мне пожимают руку и говорят, Максим, спасибо. И думаю, за что? В смысле, супер. Но это профессионалы, это профессионалы. И мне хочется им заплатить больше. Ну, понимаешь, а у меня нет такой возможности. Ну, я хочу. Это значит, что тут вообще, когда люди хотят платить, это лучший показатель. Или нет, хотят платить больше, это лучший показатель качества. Что ж, отлично, на этой ноте будем завершать. Что-нибудь передашь напоследок читателям нашим, подписчикам нашего канала. Ребята, во-первых, поддерживайте этих ребят, которые сейчас со мной общаются, потому что они делают благое дело. Мы налаживаем связь с вами, хочется слышать вас, хочется слышать нас. И да, общение это то, чего нам не хватает. Не хватает именно этого, искреннего, прямого общения и обмена настоящими эмоциями. То есть моими впечатлениями, твоими впечатлениями и вашими впечатлениями. Поэтому, ребят, поддерживайте их, подписывайтесь на канал Dance Project. Я не спрашиваю, я просто правильно ее называю. Dance Project. Меня зовут Максим Робец, Максимус. Сегодня отличный день, Explosion Battle. Завтра ребята покажут, что будет происходить за кулисами второго дня. Обязательно. Спасибо вам, супер, мне очень понравилось. Прими мою настоящую радость и счастье за твой проект. Да, да, спасибо. Спасибо. Спасибо.